Привет, друзья! В турецком городе Измир общественность стала переживать за судьбу одного необычного ученика. Никто уже точно и не вспомнит, откуда же пришёл этот рыжий симпатяга. Но нет никаких сомнений в том, что он точно нашёл своё место в этом мире. Когда на территории средней школы заметили бродячего рыжего котяру, на улице был холодный январь. И если другие коты тут же стали бы требовать угостить их чем-то вкусненьким, то этот парень просто хотел внимания и ласки от детей. Сначала он просто ограничивался улицей и каждое утро встречал учеников возле школы словно охранник, но потом он решил пойти дальше и зашёл вместе с учениками в холл школы, где стал вести себя как дома. Конечно же, дети сразу взяли пушистика под свою опеку и стали играть и подкармливать мелкого. Ну а тот, в свою очередь, своим видом показывал, что всеми четырьмя лапами готов взяться за своё образование. Это случилось, когда он случайно забрёл в кабинет третьего класса прямо во время урока математики и почему-то решил для себя, что это место вполне можно назвать своим новым домом. Пока учительница Озлем Пинар объясняла у доски новую тему, пушистик заглянул через открытую дверь в кабинет и, немного понаблюдав за происходящим, он уверенными, но совершенно тихими шагами с поднятым хвостом прошёл к первой партии. Далее запрыгнул на неё и стал смотреть внимательно на доску так, словно этот самый обычный третий классик просто опоздал на урок. Думаю, не нужно и говорить, что дети были в восторге от такого поведения, но всё же старались соблюдать дисциплину в классе до начала перемены. В свою очередь учительница тоже была очень удивлена появлению котика, но ничего не имела против нового ученика, а вскоре даже предложила дать ему кличку и, поддержав эту идею, все сошлись на прозвище Томби. Можете себе представить, что так продолжалось целых несколько недель, где на протяжении этого времени кот жил в средней школе и всегда возвращался в свой любимый кабинет математики. Ну а учителя даже заметили, какую пользу он приносит для учебной дисциплины, ведь при появлении его в классе дети старались вести себя очень тихо, во-первых, дабы не спугнуть необычного ученика, а во-вторых, чтобы не мешать ему впитывать новые знания. Ведь Мурлыка так внимательно наблюдал за учителем и учебным процессом, что вскоре у него даже появилась своя графа с именем и оценками в школьном журнале. Ну и естественно, за своё поведение и активность там всегда стояли пятёрки. Вот уж никто не ожидал того, что когда наступит утро, ученики с нетерпением будут бежать в класс математики и ждать, когда же на уроке появится Томби. Ну и само собой, последний всегда приходил на занятия вовремя, хоть и сделать это было очень непросто, поскольку для того, чтобы добраться до кабинета, ему приходилось поздороваться со всеми детьми, которые гладили Мурлыку в коридорах. Конечно же, он был не против такого внимания, но жажда знаний всегда манила его в тот самый кабинет математики. Для детей школа внезапно превратилась в место, в которое хочется возвращаться и где можно поиграть с животным, где каждый чувствовал себя хозяином рыжего котика. Ученики стали спокойнее, присутствие Томби сплотило коллектив. Теперь перемены проходили не в смартфонах, а за наблюдением за живым существом, поэтому смотря на это, сотрудники школы просто не решались выгнать хвостатого на улицу. Ко всеобщему удивлению, Томби продемонстрировал невероятное усердие. Он регулярно посещал уроки, с умным выражением внимательно слушал учителей, а ещё часто заглядывал в книги. В школе даже пошла мода писать рассказы про рыжего котика, и дети так увлеклись созданием собственных книг, что поразили этим всех учителей. Раньше трудно было найти повод или мотивацию для того, чтобы дети сами хотели творить что-то полезное, а появление маленького существа перевернуло общее настроение, говорил позже директор той самой школы. Но увы, как часто это бывает, долго радость не продлилась, и у нового ученика начались настоящие проблемы. Всё дело в том, что к директору жалобой обратились некоторые родители, их не устраивал факт присутствия грязной и уличной кошки на уроке среди детей. Тогда небезразличные люди в срочном порядке написали историю Томби в Фейсбуке с просьбой как можно скорее найти котику дом. Один из учителей даже отвёз рыжего к ветеринару на осмотр и сделал все необходимые прививки, чтобы увеличить шанс находки нового хозяина. Так как Томби уже обрёл большую популярность в городе благодаря фотографиям учеников и всяческим рассказам, дом действительно нашёлся весьма быстро. И, наверное, на этом можно было бы и закончить нашу историю про невероятного ученика. Но после такой активной жизни среди большого количества детей, Томби совсем не понравилось новое место. Бывший ученик отказывался кушать, а позже даже повздорил соседскими котами. Так как учительница Озлем Пинар курировала процесс передачи котика, то первая узнала про новые неприятности Томби, а когда он полностью отказался принимать пищу, ей пришлось даже забрать угасающего четырёхлапого к себе домой. Конечно, она предала огласке эту неприятную многим ситуацию. История стала разлетаться по социальным сетям, а к коту даже стали приходить подбадривающие открытки со всего мира. В общем, руководство школы решило не оставаться в стороне и также предприняло меры, которые значительно повлияли на дальнейшую жизнь школьного талисмана. Раз обычному уличному коту нельзя находиться в помещении, его можно оформить как действующего сотрудника. И вот Томби с настоящим триумфом вернулся в свой третий класс одним утром вместе с учителем математики. Но на этот раз он уже был непростым уличным котом, который очень хотел постигать новые знания, а в должности младшего сотрудника школы. Конечно же, для детей это событие стало незабываемым праздником. На очередном школьном собрании родитель, который высказывал своё недовольство, даже принёс извинения, а в знак примирения подарил коту новый ошейник. Теперь уже для младшего научного сотрудника обустроили собственный уголок, но кот не изменял свои любимые традиции и продолжал кочевничать по всей школе, с интересом наблюдая за детьми и выполняя свою важную миссию – дарить радость всем окружающим. Спустя несколько недель за выдающиеся результаты в учебном процессе Томби пошёл на повышение и официально получил должность директора третьего класса. И именно так простой уличный кот, благодаря своей заинтересованности и усидчивости, стал работником образования. А школьные психологи даже составили целый список из причин, по которым нахождение животного в классе является не просто милой забавой, но и настоящей терапией для детей. Сейчас Томби всё так же продолжает трудиться в школе, где каждое утро встречает учеников, а после этого заходит с ними в кабинет и отвечает за атмосферу и порядок на уроке. Он тщательно проверяет их тетради и смело можно сказать, что получает свой хлеб он не просто за красивые глаза, ну или же, если можно так сказать, за красивые усы и хвост. Зарплата директора третьего класса и идёт на покупку корма и вкусняшек. И в целом котяра доволен тем, что всё-таки ему удалось найти своё место под солнцем. Друзья, а как лично вы относитесь к появлению рыжика на уроке? Ну и в целом, к такому работнику школы? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. И до скорого! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова